Как дела, друзья? Меня зовут Макоу, и мы сейчас с вами посмотрим на игру под названием The Way. Я, конечно, не знаю, о чем думали разработчики, когда ее так называли. То есть, игрушка на самом деле прикольная, классная. Мы с ней познакомимся и, быть может, будем проходить, если, конечно же, вам понравится. Это не будет первый взгляд, потому что я ее смотрел и когда-то еще играл в демку. По-моему, это было где-то месяц назад. Может быть, я что-то путаю. Ну да ладно. Давайте начнем. Игрушка. Я бы не назвал это пазлером, но, как вы видите, здесь пикселевая графика. Довольно трагичная такая история начинается, конечно. И пазлером бы не назвал, потому что это какая-то скорее головоломка, что ли, с элементами пазлера. И, в общем, давайте сейчас я вам все расскажу, покажу и будем двигаться по игре. Классно, кстати, что она на русском языке. Но он такой здесь, конечно, немного не очень. Потому как некоторые предметы и текстовые, вот у нас будут задачи, всякие головоломочки, решения и на память, как бы, тренировки, да. Как-то слова перепутаны и, то есть, явно, что разработчики не знали, как по-русски будет то или иное. В общем, путаются с синонимами или с какими-то предметами и вещами. Хорошо. Ее могила. Чтобы идти, хорошо. Еще одна могила. Да, наш главный герой выкопал свою жену. Видимо, недавно ее похоронил. И сначала, конечно, нам не рассказывают, что нужно сделать, как вообще. Но суть игры в том, что... Наш главный герой должен пойти на все и сделать все ради того, чтобы воскресить или оживить свою жену. То есть, у него осталась последняя надежда. Это, конечно, была для него трагедия. И мы должны посетить другую планету, чтобы ее оживить. Так, Джей, чтобы посмотреть. Положить тело в капсулу. Хорошо, как скажешь. Чья-то квартира? Наша. Моя квартира. Заметки. Вскрытый храм жизни. Заброшенная планета. Место посадки. Карта к храму жизни. Место посадки. Документ. Кровать без нее. Передача души. Бесконечная жизнь. Заметки. Дешевая еда на вынос. Капсула. Все будет хорошо. Выполнена капсула заражения. Или заряжения. Все еще дождь. Видите, капсула заряжения. Локализация такая себе, конечно. Так, окей. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Собери все свои заметки. Окей. Заметка один. Хватаем. Ты можешь спрыгивать с лестниц, нажимая Space. И можем бежать, нажимая левый Shift. Хорошо. Так, документ. Майор Том. Дорогой Том. Примите наши искренние соболезнования по поводу трагической гибели вашей жены и нашего сотрудника. Мы покроем все расходы на похороны. Искренне соболезнуем. Экспедиториум AI. Да, игрушка, ну такая, для взрослых. То есть, здесь не будет места каким-то активным экшоном, всяким стрелялкам, пулялкам, скакалкам и всем остальным. Она спокойная, размеренная и последовательность здесь главная. И тайминг тоже. Место посадки. Перед приземлением. Скрытый храм жизни. Секретный вход. Тысяча. Слабый источник. Ты можешь присесть, используя S. Ты можешь ползти, используя A и D, когда присел. Это, конечно, хорошо и замечательно. Но нам нужно собрать заметочки. Мы. Первый день экспедиции. Заметки. Завершено. Мы готовы вылетать. Ее портрет. План захвата космического корабля. Кровать без нее. План захвата космического корабля. Это будет наше первое задание и испытание и своего рода туториал вообще по игре. Но не стоит так как-то негативно относиться к этому уровню первому, да? Потому как... Потому как дальше мы будем на следующей планете уже исследовать ее. Там будут всякие монстрики, местные, всякие флора, фауна и тому подобное. Ну и, конечно же, всякие головоломочки. Так, взять оружие. Переместить тело. Украсть космический корабль. Вот это все его планы, которые он прописывал. Так, ну все, мы вроде бы забрали, да? Спускаемся вниз и можем вылетать. Капсула готова к поездке. Отключись и забери с собой капсулу. Такими намеками игрушка, конечно. Кто не понял, мы нашу жену с капсулой, да, поместили в нашу машину. И у нас сейчас с вами получается много заданий. Укради космический корабль у своей организации. Первое. Прорвись в здание защиты. Второе. Открой эвакуационный шлюз в космический корабль. Третье. Найди космический корабль. Вот это все, что нам нужно сделать. Машина компании. Эмблема компании. Значит, много второстепенных и в то же время главных задач у нас сейчас. Друзья. То есть, главная задача нам переместить эту машину на космический корабль, погрузить капсулу с женой и отправиться на другую планету. Как мы это все будем сейчас сделать, вы увидите. Что это далеко не просто. Так, ладно. Машину мы пока оставим здесь. Наверное, да? Пойдем. Вы можете прыгать на некоторые объекты, даже если они не блокируют ваш бег непосредственно. Например, коробки одного уровня ниже. Спрыгнуть с них можно нажав Space, когда вы ползете. Окей. Сейчас у нас главная задача пройти вот эти все охранные системы. Это только первое. Так, стопэ. Здесь в основном идет у нас тайминг. Как вы понимаете, если я нарвусь на красный... А! Да, вот красный огонек. Инфракрасный луч. То меня просто-напросто обнаружат. И... Шлепнут. Так, давай, дружок. Сюда. Хорошо. Можем, наверное, сразу пробежать и его перепрыгнуть. Отлично. Так, проходим дальше. Заполняем постер. D&A. Данда, в общем. Динамик и... Автоном... Автоматика, да? Это искусственный интеллект. Если что. Сейчас нам нужно пройти к охраннику. Пробраться. Ай-яй-яй-яй-яй! Поспешил слишком. Да, если не знаешь и не знакомился с игрой, то это будет довольно, конечно, сложно. Понять, чего от нас хотят. И вообще... Потому как здесь... Очень много таких вот... Киберпанковых замолотов. Ну, это и вытягивает, в принципе, игрушку сначала. Но не... Полностью ее не раскрывает, конечно. Так, ты доехал? Оп. Хорошо. Видите, если бы я просто прыгнул ранее, или чуть позже, он бы меня просто-напросто... Чичикнул. Вентиляционный люк. Открываем и заходим. Заходим, спрыгиваем. Спящий охранник. Давай-ка выруби его. Тшшшш. Только сны теперь. Только сны теперь. Когда вы используете компьютер, вы можете использовать вверх и вниз, чтобы открыть опции и Enter. Выбрать их. Вы можете выйти, нажав Escape. Также вы можете использовать мышь для этого. Угу. Защитная консоль. Защита. Выключаем. Чудесно. Открой эвакуационный шлюз в космический корабль. Погнали теперь в лифт. Нам теперь в самый низ. И вроде бы как нужно вернуться. А, погоди. Пам-пам-пам-пам-пам. А, вот нам нужно, да, вниз. Фух. Игрушка сама по себе, ну, такая вот, довольно странная. Я бы даже сказал на любителя. Но дело в том, что она как-то очень мне напоминает такие вот классические платформеры. Единственное, что здесь не все сначала, то есть есть чекпоинты определенные. И это на самом деле довольно хорошо. Потому как этот первый уровень, ну, если знать, как его пройти, можно пройти за пару десятков минут. Так, хорошо. Вот у нас и карта. Значит так, друзья. У нас есть архивы. Слева склад. У нас есть конденсаторные батареи. Грузовой лифт. Склад оружия. Конденсаторы. Сервер оружия. Генераторы. Главный корабль. Главный пульт управления люком. Контроль трафика. Крановое управление. Зарядник аккумулятора. И корабль. И кроме того еще управление энергией. Вот это все мы будем с этим всем взаимодействовать. Но в первую очередь нам нужно... Как вы видите, здесь появились другие дроны, через которые вот сейчас вот на лево я пройти просто не могу. Он меня завалит. Система технического обслуживания. Доступ к воздухопроводу закрыт. Генераторы доступа закрыты. Предупреждение. Благодаря действующим нормам только в одном месте может быть открыт один раз. Обслуживание. Разблокировать воздухопровод. И второе. Разблокировать генератор. Давайте воздухопровод разблокируем. Так, чудненько выходим. И погнали дальше. Нам сюда присели. И ждем, чтобы нас эти инфракрасные лучи не заметили. Ибо если заметят, то просто-напросто бьют. Ага, давай, дружок. Потихонечку. Полигонечку, не спеша. Консолька. Количество собранной энергии 30%. Техническое обслуживание генератора автоматический. Предупреждение. Аварийный разряд может повредить близлежащих роботов. Пожалуйста, убедитесь, что коридор между этой консолью и генератором пуст перед сбросом. Изменить техобслуживание. Второй разряд инициирован. Изменить техобслуживание. Здесь мы блокируем. Получается... А зачем? Погоди. Нет необходимости критической зарядки. Уровень энергии не превышает 100%. То есть первая задача наша это перегрузить системы все, чтобы избавиться от этих дронов всяких. Вот что нам необходимо сделать. Так, чудненько. Давай, дружок, запрыгивай. Теперь нам нужно вернуться к консоли. Давай потихонечку. Все выжидаем. Ну, первый, конечно, уровень для терпеливых. Потом начнутся исследования и все остальное. Но реально видно, что разработчики вот как-то огромнейшую, просто огромнейшую работу провели и проделали, да? Чтобы сделать игру непростым таким вот... Возьми одну точечку, пройди этой точечкой, допустим, полосочку там, искривляемую в 10 или 5 раз. И все. И у тебя все откроется. И ты достиг цели, и до свидания. Нет, технические здесь, конечно, головоломочки еще те. Система технического обслуживания. Так, нам нужно теперь разблокировать генератор. Что закроет нам, конечно, вентиляционные ходы все. И откроет вот эти вот дверьки. Теперь нам нужно перезагрузить систему, как вы помните, да? Сейчас мы с вами этим и займемся. Так. Нам сюда. Я первый раз играл, у меня просто голова пухла, если честно. Так, кнопочку включи. И давай бегом, 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 бегом. Чудно. Еще одну кнопочку включили. Здесь кнопочку включаем. Угу. И пробираемся сюда. Хлоп. Чудесно. Теперь возвращаемся вот так. Хлоп. И спускаемся вниз. Так, левое крыло у нас готово. 70%. Теперь нужно перезагрузить правое крыло. Упс. Тихо. Ты меня не видишь. Дрон, ты мой порхатый. Ха-ха-ха. Сюда. Ага. Кнопочку включаем. Чудненько. Здесь кнопочку также включаем. Включаем кнопочку, говорю. Спасибо тебе большое. Теперь залазим быстренько. Включаем еще одну кнопочку. И убираемся отсюда. 110%. Так, он сейчас вернется прямо на кнопку сюда. Тут нужно быть максимально аккуратным. Потому что любое лишнее движение. И нам просто-напросто хэне. Так, давай-давай-давай-давай. Ага. Чудно. Так, осталось вернуться через этот. Угу. Хорошо. Сверху у нас оружейное, если вы помните. И мы довольно скоро... ...с вами взаведемся лазерным пистолетом. Так, теперь возвращаем все на место. Спускаемся опять в вентиляционную шахту. И перезагружаем систему. Отчего все дроны должны просто-напросто... ...бабахнуть. Так, хорошо. Сюда. Чудно. Здесь разбежаться нельзя. Ну, ускорить просто. Видимо, на карачках это не очень удобно, да? Давай, дружочек. Давай-давай. Последний рывочек. И у нас будет оружие. Но это не значит, что... До корабля нам еще долго. Разряд инициирован. Хлобысь. Черт. Шарах. Перезагрузили. Это должно очистить путь. Так. Теперь мы можем запросто пройти. Сгоревшие кабеля. Кабели. Давай, дружок. Давай еще немножко. Ага. Сейчас нам нужно хлопнуться. Вот так. Подождать, пока он пройдет мимо нас. И резко спуститься. Прямо вниз. Так. Теперь прошли. Хорошо. Я надеюсь, они были застрахованы. Найди космический корабль завершено. Чудно. Укради космический корабль у своей организации. Ну, мы практически это сделали. Единственное, что нам нужно подняться вот сюда и прочесть эту заметку. Заряди аккумулятор корабля. Новый пароль к серверу авторизации оружия. Пусть это узнает менеджер по безопасности, когда он вернется из отпуска. Хорошо. 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 Я запомнил пароль. Это на самом деле круто. Ты че творишь? Так. Окей. Теперь нам нужно вернуться за оружием и перебить всех мешающих нам дронов. Давай быстрее, 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 быстрее. Молодца. Чудно. Оружейное. Здравствуй. Лазерный пистолет. Лазерный пистолет. Давай, давай, хватай. Не авторизирован. А, погоди. Я что-то забыл, наверное, включить. А, точно. Нам нужно вот сюда вот пройти еще. К консоли. Оружейной. Хлоп. Добавить лазерное оружие системы авторизации пользователей. Аварийный в доступ. Добавить пользователя. Давай. Уведите пароль. Хорошо. Теперь мы выходим. Возвращаемся за нашим лазерным пистолетом. И идем дальше. Ну вот мы с вами где-то около 10 процентов, наверное, выполнили. Ха-ха-ха. В этой... В этой локации. Ты нашел оружие. Ты можешь теперь целиться, используя маус и стрелять, нажав left-click. Выстрелы забирают энергию. Энергия показана ниже иконки оружия. Энергия возобновляется, если не использовать оружие несколько секунд. Хорошо. Теперь мы спускаемся вот сюда, целимся и шлепаем. Чудно. Всех дронов теперь нам нужно убрать. Ой. Подождем немножко. Ты меня не остановишь? Так, я бы на самом деле закрыл уже вот эти люки всякие, чтобы они просто мне не мешали перепрыгивать. Потому как мы сейчас с вами будем... Довольно часто туда-сюда белить. Угу. Хорошо, там проход открыт. И... Замечательно. Давайте шлепнем вот этого, на всякий случай. Коды доступа. Сейчас у нас пойдут. Коды доступа. Давай, забирайся. Чудно. Хорошо. Вот этого еще. Замечательно. Повезло, говорит. Так, заметку мы эту читали с вами. Нам нужно теперь посмотреть на консоль. Процедуры состояния космических аппаратов и ракет. Что вы хотите отобразить? Стадию процедуры. Разрешение на взлет отсутствует. Врата отправления закрыта. Окей. Статус космических аппаратов. Имя красный. Тип Дварф. Аккумулятор не заряжен. Красный Дварф. Тип Дварф. Это у нас получается сам тип нашего корабля. А красный это просто-напросто цвет. Вот ключевое слово в этом. Дварф. Теперь нам нужно найти коды. Их прочитать именно по этому Дварфу. Иначе если мы это не сделаем. И опять придется мне пробегать все. Ладно. Мы в принципе знаем, что как выглядит. Именно предохранитель, да? Давайте отправимся, наверное, на склад сразу же. И попробуем взять предохранитель сам. Чудно. Консоль. Откройся. Запасные части распределителя. Что вы хотите получить? Вот у нас есть, смотрите-ка. Батарея, транзистор и взрыватель. Причем здесь взрыватель к предохранителю. Я не знаю. Вот это то, о чем я говорил. Вот локализация какая-то очень странная. Ну допустим, мы возьмем взрыватель. Мы возьмем эллиптический, потому что он более похож на лимон, да? И желтый, как я вам и говорил. Продукт доставлен. Чудно. Забираем. Я заберу это с собой. Хорошо. Теперь пойдем пошлепаем тех дрончиков. Недружелюбных. Так, этих я, конечно, почикал, но игра сохранилась довольно странно. Сейчас этого уберем. И пойдем установим транзистор. Это ты или я? Не знаю. Быть может быть я? Может быть. Быть может быть. Как-нибудь. Так, хлоп. Отлично. Разбитый предохранитель. Взрыватель. Я поменял предохранители. Это на самом деле очень классно. Режим крана вниз. Режим цепи вверх. Грузовой лифт не активно. Давайте активируем кран. Вверх цепь. Вниз. И лифт активен. Теперь мы можем забраться с вами в большой лифт. Но это еще не все. Аккумулятор корабля не заряжен. Зарядить? Нет. Пока что нам... Мы не занимались этим делом. Потому что нам нужно будет еще аккумулятор корабля зарядить. Дисплей состояния. Текущая энергия поверхностных конденсаторов. Конденсатор 1.4. Конденсатор 2.6. И конденсатор 3.2. Сейчас я возьму, друзья, бумажечку. И это все постараюсь записать. Потому что без... Давно я в игре не играл с бумажечкой. Так. Первый. Секунду. Конденсатор. Первый. 4 заряда. Второй. Шесть зарядов должно быть. И третий. Два заряда. Это немаловажно. Мы будем прибегать к бумажке. Я, по крайней мере. Потому что здесь еще пойдут коды. Которые мы с вами обнаружим буквально сейчас. Мы поднимемся вот сюда. Карту тоже желательно запомнить, конечно. Ну, когда вы играете первый раз. Так. Консоль. Это мы все смотрели. Так. Теперь нам нужно попасть наверх. Где меня шлепнули? Хлоп. Теперь ты нам мешать не будешь. Заметочка. Интерны. Напоминаем, что все коды доступа могут находиться в архивах кораблей. Поднять код. Поднять. Поднять код. Вот как можно так перевести? Скажите, пожалуйста. Кабинет 1. Так. Радио код. Ну, тут уже как-то более-менее понятно. Правильно? Кабинет 2. Дальше идет кабинет 3. Кабинет 4. Используемый. И базовый. Вот это все нам нужно будет записать. Что я только что и сделал. Хорошо. Теперь нам нужно в башню контроля. Я вам покажу, что у нас здесь есть еще одна консоль. Которая отвечает за зазор перед вылетом. Ожидание кода доступа. Введите код. Этот код мы с вами и будем вводить. Здесь есть 7 вариантов. Но нам нужно из этих 7 собрать 8-значное число. То есть 4 вот этих кода и кабинета, которые мы записали. Мы должны теперь пойти в архивы. Вернуться. Постараться. Либо запомнить, у кого память, конечно, очень хорошая. Такая вот математическая. Да? Либо просто-напросто записать. Как сделал это я. Потому что память у меня не очень. Ну, по крайней мере, в играх. Особенно, когда их слишком много, да? И пытаешься как-то порадовать своих подписчиков количеством и качеством. Так, сейчас мы уберем вот этих дронов. Чудно. Давай немного подождем. Шлеп. Шлеп. Еще один шлеп. Чудненько. Так, теперь погнали. Поднять код. Кабинет 1. Коды доступа. Поднять код. Я не знаю. Но я, наверное, буду действовать с базового. Правильно? То есть, с последнего кабинета. С четвертого к первому. Так, 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 так. Дварф. Наш тип корабля. Помните, я делал... Ключевое вот это слово. У нас дварф. Кабинет 4 базовый. У нас получается 8И. Чудненько. Теперь кабинет 3. У нас 5Т. 5Т. Дальше погнали. Кабинет 2. У нас... 5Х. Тоже под варфу. Хорошо. И кабинет 1 остается у нас... Что? 0. W. Чудненько. Вот, в принципе, и все, что нам нужно было. Здесь. Теперь. Мы с вами закончили где-то около 40% того, что нам нужно здесь сделать. Может, даже и 30. Погнали. Будем вводить коды. Нам нужно опять вернуться на самый верх. Давай, дрожочек. Хорошо. Давай еще. Чудненько. Теперь. Консоль. Очередная. Давай-ка введите код. Хорошо. Базовый какой у нас? 8И. Хорошо. Операционный код. Операционный это, видимо... Поднять. Я так думаю, да? 0. 0. Радио код. 5. H. И код взлета. Использование 5T. Код неверен. Все понятно. Значит, поднять это взлет. Давайте еще раз попробуем. Вот. Нельзя, друзья. Нельзя просто-напросто в таких играх локализацию делать такой кривой. Ну просто это недопустимо. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Базовый код. Опять. 8И. Операционный код. Это использовать. 5T. Радио код. 5H. И код взлета. Поднять. Разрешено. Зазор перед вылетом. Управление движением. Хорошо. Теперь что нам нужно сделать? Сейчас мы с вами разберемся. Нужно шлепнуть, во-первых, этого. Вот. Это ты или я? Да это я. Меня зовут Мако. Аварийный люк. Открываем. Это наше главное ворота вылета. То есть, главное ворота ангара. Когда мы подняли с вами кран. Спустили цепь. Мы теперь можем спуститься запросто вот сюда. Но это еще не все. Потому как нам нужно забраться в лифт. И подняться, зарядить с вами батареи. Погнали сейчас это сделаем. Лифт такой внушающий, да? Внушительных размеров. Можно вообще-то сразу, наверное, машину сюда. Хотя нет. Мы лучше потом ее спустим. Погнали. Скорее всего, вы уже не помните, где у нас батарея, да? А батарея у нас вот тут. И нам нужно ее перетащить. Так, отлично. Здесь подождем. Батарею нам нужно перетащить вот в эти вот... Контейнеры. Энергетические. Не сегодня. Хорошо. Так. Батарея, хватайся. Хватай батарею. Чутненько. И потащили ее назад. Она не катится. Откинуть ее нельзя. Так что нам придется ее перемещать вручную. Так, хорошо. Отпустим. Кнопочку включим. Теперь подбежим. Шлепнем этого дрончика. Чудесно. И хватаем батарею и тащим вот сюда. Так, первое, что нам нужно сделать. Помните, мы писали с вами код. Конденсатор получается. Первый был, второй и третий. Значит, конденсатор первый. Должен быть четыре. Конденсатор второй должен быть шесть. И конденсатор третий должен быть два. Только нам нужно их переделать. Чтобы зарядить вот третью, по-моему, батарею. В общем, переделать полностью все. Так, и для этого нам нужно вставить батарею вот сюда. И нажать кнопочку. Теперь забрать батарею и вставить ее вот сюда. Насколько я помню. Заморочек здесь, конечно, много. Так, отлично. Нам нужно сделать, чтобы везде было по четыре. Ага. И теперь выгружаем. Я вспомнил просто. Выглядит правильно теперь. Отлично. Так, батарею можем оставить. Да. Погнали. Все сделали. Теперь нам нужно подняться. Угу. Замечательно. Спуститься и вернуться за нашей машиной. Чтобы определить ее сюда на лифт. И потом спуститься и переместить ее к... Правильно, друзья. К космическому кораблю. Угу. Так, спускаем. Сразу подъедем на место. Прикатить свой фургон к космическому кораблю. Завершено. Так, чудненько. Теперь. Теперь нам нужно зарядить батарею. И я не помню... Да, вот. Зарядить. Аккумуляторы заряжены. Заряжены. Отлично. Ну и вроде бы как мы теперь можем лететь... На планету, где будет жизнь. Источник жизни. Так. Данда. Привет, Том. Данда. Статус корабля. Корабль готов к полету. Отлично. Все сделали. Все чудесненько. Теперь снимаем и летим. Угу. Капсула погружена. Мы едем на незапланированный... Данда. Понись частоту, на которой нас слышно. Подтверждаю. Бэмц и полетели. Наш красный дворф сейчас будет... Лететь к планете. Чудненько. На которой мы, наверное, и продолжим путешествие, друзья. Войди в храм жизни. Иди к заброшенному исследовательскому центру. Найди секретный вход. Ох, сколько много задач. И как же нам быть, не знаю. Спасибо за полет. Чудненько. Давайте выбираться и... Не могу поверить, что я снова здесь один. Планета в основном только большая пустыня. Только это пятно в жизни имеет значение. Только... Но это тоже очень опасно. Мне бы быть поаккуратнее на пути назад в храм. Вообще-то... Вообще-то, друзья. Перевод был бы более... Точен. Если... Он бы сказал, не могу поверить, что я сделал это сам. То есть, действительно. Чтобы это все загрузить. Тут куча дронов. Куча всяких... Команд нужно, да. Чтобы обслуживающего персонала какого-то. Чтобы действительно полететь на другую планету. Но мы справились, друзья. И я думаю, что мы все-таки продолжим с вами в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И... Также мы увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok